всем привет с вами надежда черный сегодня у нас бездушная это второй сезон 8 серия я напоминаю про свой telegram так что заскакиваете даже не забывайте подписаться на этот youtube канал поставить нравится написать что-нибудь хорошее в комментариях но мы не будем тянуть поехали бездушная глава 8 одно воспоминание два восприятия интересно и и улыбка ничем не отличается от той прекрасной улыбки что радовала меня последние 200 лет однако сейчас мне кажется что передо но незнакомка лишь отголосок текс анти которые когда-то знал не будто что-то не хватает не могу понять чего именно но отчетливо это чувствую ты следила за нами всю дорогу ну и полет был да я даже почти напугалась ее будничный тон может пошатнуть моя решимость но и почти овладевает эмоции но не позволяю себе сломаться не здесь и не сейчас я сильнее этого тогда на улице ты уже давно за мной следишь стоящие по обе стороны от меня винсент и трексе сжимают кулаки готовясь к нападению замечаю на осторожных глазах винсента ему еще не доводил сражаться с таким врагом трексе же выглядит несколько встревоженный так как несомненно знает что к санте осильнению по умерьте пылу ребята хватит испопилять меня взглядами и я здесь не для того чтобы с вами драться конечно если бы ты хотел меня убить то сделала бы это той ночью если воспользовалась будет другой возможности у меня их с тех пор было много просто чтобы ты знала я в курсе твоих попыток разыскать меня через скана говоря это она медленно приближается винсент поднимает руку и на его ладони загорается угрожающие красное пламя предупреждение которое к санте гнарирует остановившись сегодня скри и шагах от меня она небрежно пожимает плечами вот она я решил избавить тебя от неприятности найти тебе самостоятельно к санте почему ты ранила меня кинжалом это не у меня сейчас неприятности что с тобой случилось ну действительно хочется узнать историю целиком что с тобой случилось до того как меня перенесло в другой мир ты умирала от рук охотников да так и было почему тебя это волнует ты меня бросила я этого не хотела я бы уберла вместе с тобой вы застали к санте задуматься пусть и ненадолго смысле так она сама нас переместила очень странно нет никакое бы ты либо делаешь либо нет ты выбрала меня оставить не пойми неправильно я по прежнему намерена заставить тебя заплатить за то что ты оставила меня в лапах этих проклятых охотников то демонов но если тебе от этого станет легче мне для тебя запланировано нечто иное не смерть ее голос и выражение лица стою за спокойными но чувствую как каждое слово сочится глубокой ненавистью такой же что испытывала я когда трексе провела со мной жатву быть высокого мастерства к санте не пыталась меня убить она так могущественно что могла бы сделать это тысячу разных способов но выбрала ранить меня клинком чтобы заставить почувствовать часть тех мучений которым подвергли и охотники и все проясняется ты хотела чтобы я поняла твою боль верно хорошо что до тебя дошло не придется объяснять что с тобой сделали охотники на демонов они ведь не просто убить тебя пытались так как раз это они собирались сделать просто не сразу 1 она поднимает глаза к небу и на ее лице появляется горькая улыбка вам удалось немного пробиться сквозь стены к санте пусть я как-то можно заманить обратно на нашу сторону что ли после того как ты меня бросила они одолели меня и везли заковав словно животное они пытали меня днем и ночью вонзая мою плоть самые разные виды оружия я стекала кровью корчилась в агонии они наслаждались моими криками их смех я никогда его не забуду он преследует меня нож которая принесла в этот мир принадлежал их лидеру был его любимым он орудовал этим клинком как художник кистью а мое тело было его мрачным холстом я теряла кровь и чувствовал каждую каблю даже представить не могу каково пройти через такое иногда закрывая глаза и все еще чувствую лезвие внутри себя как она обжигает огнем и без того глубокую рану помню как жаждала сладкого избавления смерти в то время как волю прямо цеплялась за жизнь и все это от одной раны одной ночью как долго ты была слишком долго вилантисе время течет иначе чем здесь на земле я целый год терпел адские муки пока все не изменилось и тогда кричала уже не я если она говорит правду каким бы стойким не был демон такая невообразимая боль сломила бы даже самый сильный разум ко мне постепенно приходит осознание превращающийся давно сдержимые ярости и замешательства в чувство вины конечно если бы я осталась к санте и вилантисе это не спасло бы ее от охотников но по крайней мере и бы не пришлось бы проживать этот кошмар в одиночку пытки они тебя изменили да и так как ты думаешь и не потеряла рассудок но хватит хотела знать за что эти она оказала теперь знаешь не собираюсь везде рассказывать историю мы сами разве не торопитесь мне тоже нужно кое-что найти в этом архиве прекратите тратить время давайте к делу пожалуйста к санте я не хотел чтобы все так обернулась и сделал бы что угодно лишь бы все это было как раньше я тебя по-прежнему дорога точно знаю поэтому ты пришла в этот мир пусть даже лишь ради отомщения мне что самой найти этот архив и воспользоваться магией твоего ручного мага чтобы получить доступ давай посмотрим как не надо винсент не надо винсон открывает рот готовясь огрызнуться в ответ но взглянув на мое лицо сдается хоть и не без раздраженного ворчания ты должна с ней это решить архив старлингов священное место я не позволю какой-то незнакомый демоницей в нем рыться похоже ты до сих пор не понял что у тебя нет выбора и давай не будем притворяться что твои способности чувствовать демонов на меня не действует ты понятия не имеешь на что я способна и если понадобится и с удовольствием продемонстрирую будет весело по крайней мере мне должен же быть способ достучаться до нее между нами было нечто особенное давай начнем сначала даже не знаю можно с ней ветку вести давай начнем все сначала ну я предлагаю дружбу давайте давайте начнем сначала что случилось то случилось я хотела бы изменить прошлое но не могу однако мы можем изменить будущее судьба вновь свела нас не судьба виксария я сама приняла решение прийти в этот мир любом случае мы снова вместе почему бы этим не воспользоваться задумалась и и молчание только подпитывает мою надежду мы можем построить здесь новую жизнь какая у нас была раньше теперь я сильнее буду заботиться о тебе как ты всегда заботилась обо мне только представь мы с тобой вместе покоряем этот новый мир у нас может быть все о чем мы когда-либо мечтали блеск и роскошь которых нам было не найти вилантисе ксанте не забыть того что вы сказали сегодня только ты а что с друзьями которых ты здесь завела вот им понравишься прежде чем я успеваю закончить ксанте вырывать свои руки из моих и отталкивает меня с такой силой что я врезаюсь трек все которая подхватывает меня спасает падение ты в порядке а и беспокойство застает меня в расплох никогда бы не подумала что услышал демоницы такие слова по крайней мере до тех пор пока не избила бы ее до полусмерти заставив говорить подобное в обмен на еще одно мгновенное мгновение жизни с тобой тоже это случалось до бедную бедную девочка что отпусти пока я возбуждаюсь из хватки трексе ко мне приближается к санте меня пронизывает ее ледяной взгляд мне все равно насколько сильно этот мир тебя ослабил даже не думать что опущусь до твоего уровня и буду брататься со всеми здешними существами как это делаете вы жалкие слабаки и я совсем не такая как ты и никогда такой не стану между нами было только взаимовыгодное партнерство пока ты не отвернулась от меня знаешь и так уж плохо она подходит к санте небрежно положив руки на бедра и и излучая очарование каждым легким движением проведем вечер вместе только ты и я уверена что смогу тебя переубедить о и как именно собираешься это сделать я вижу что тебя на красивую женщину глаз наметан ой так что как насчет того чтобы для начала я гостила тебя прекрасным ужином при свече а потом трексе наклоняется ближе ласкает чего к санте обводя нежные контуры и лица кончиками пальцев я предпочитаю демонстрировать как ты да пожалуйста пожалуйста продемонстрирую я знала что ты не сможешь стоять перед моим налетит воздух под звонки смех к санте однако вместе того чтобы запустить трек все обратно нашу сторону кстати швыряет находящийся неподалеку озеро с крик эхом отдается пространстве пока его не заглушает вода жалкое зрелище ты прошла просто отшвырнула и будто тебе ты ничего не стоило ты кажется удивлен даю гадая на самая могущественная демоница с которой ты сталкивался верно пора открыть глаза что-то за демоница почему я не чувствую твоя энергия были откуда черт возьми у тебя такая сила ты ведь собираешься вернуться свой мир да она выдыхает эти слова карабкаясь по берегу озеро как какая-нибудь ползущая к суши полу замерзшая лягушка кстати что ты делала с к нам понимают и пришла сюда чтобы наказать меня многое отношение ко всему этому имеет кан как много вопросов и никто из вас даже не подумал задать самый важный как думаете откуда взялась воплощение зависти воплощение зависть ты имеешь ввиду демоницу напавшую на меня на пляже это твоих рук дело это невозможно но как давайте уже доберемся до архива возможно вам самим удастся раскрыть какие мои секреты чего ты добиваешься расслабься ничего там не поврежу не просто хочется получить ответы на некоторый вопрос о моем заклятом враге кто вообще может доставить тебе неприятности когда ты обладаешь такой мощью у нас здесь нет охотников на демонов ни один охотник на демонов больше не сможет меня и пальцем тронуть значит вы враг похоже на тебя демон не ваше дело скажу только что это не имеет никакого отношения не к одному из вас винсент хмурится обдумывая последствия в конце концов он поворачивается поворачивается ко мне и сейчас его обычный решительный взгляд затуманен неуверенностью в шоке никто из нас не понимает настоящего масштаба способности к санте но из нас троих я единственная провела с ней 200 лет и все же это не так санте которую я когда-то знала уже не то она может пойти лесом она может пойти мы не позволим ей ничего с нами сделать я ее так вижу что ее цель не в том чтобы причинить нам вред мы все равно и сможем ее остановить эти последние выберу да мы все равно не сможем ее остановить так и есть мы либо отправимся прямо сейчас либо мне придется прибегнуть менее приятной альтернативе спасибо что вообще дает альтернативу она смотрит на винсента пока он зрением не поворачивая головы что скажешь темный мак сделаем это пока я не потеряла терпение почему ты следила за нами если тебе нужно здание почему ты преследовала нас а не обратилась ко мне собиралась удивить вас эпичным появлением после того как вы преодолеете магический барьер пока не поняла что вы как идиоты будете бесконечно ходить кругами если я вмешаюсь я все равно тебе не доверяю если хочешь присоединиться нужно заключить кровавый договор если не согласишься можешь просто убить нас всех тебе в любом случае не попасть внутрь без мага из рода старлингов эй не принимай за нас такие решения не включай меня в свою нас кровный договор значит хорошо если после мы наконец продолжим поиски для слушайте она согласна не готовность подчиниться поражает даже винсента который редко чем удивляется ты ведь знаешь что такое кровный договор верно если нарушишь наше соглашение то умрешь мучительной смертью да я в курсе думаешь впервые имею дело с этим с магом что шел ладно он достает и чемодана свой церемониальный нож и делает надрез на ладони затем протягивает лезвие к санте мне твоя кровь тоже нужно одним изящным движением кстати делать глубокий порез на ладони не переставая ухмыляться а потом бросает окровавленный клинок обратно весна то затем не нуждаясь в указаниях темного мага берет того за руку смешивая кровь уговорить свои условия и побыстрее этим кровным договором я винсент старлинг дарую тебе к сансе доступ в архив старлингов в обмен на эту привилегию ты не причинишь вреда нам и нашему роду а также не станешь побуждать к этому других не своей волей не своей присутствием ты тоже должна почитать архив как святилище и не допускать разрушения священных материалов если нарушишь то все принимаю твои условия винсент старлинг наш договор заключенный так она будет прить идем к санте радуется хлопая вла душе плохо наконец-то он бы так сразу неужели это было так трудно она и раньше так себе вела но сейчас в этом есть что-то такое что кажется мне неправильным не знаю что именно но мне становится не по себе судя по выражению лица винсента он разделяет мои чувства с другой стороны нет ничего более обнадеживающего чем договор который обещает ей гибель если она посмеет нарушить свое слово раз мы достигли взаимопонимания думаю должна сказать тебе одну вещь мне кажется ты этого еще не осознал уклана с которым я раньше работала в вилантисе были скрыты архивы и святилища их окутывали мощные иллюзии которые подпитывались темной энергии демонов скрывающие заклинания конечно как ты мог не знать у меня не было наставника мне пришлось учиться всему самому одним обрывком гримуаров которые из поколения поколения передавали мои предки он вытирает церемониальный нож и засовывают его задний карман и прежде чем взяться за ручку чемодана но теперь я знаю что делать идем вернемся в серийную часть мы вчетвером отправляемся на север санте рядом со мной и присутствие когда-то казалось естественным но теперь ощущается до невозможности чужим почему ты мне не сказала мне кажется после того как ты меня бросила разговоры уже ни к чему вексария перенесенная боль исказил ее разум пусть она это и отрицает к санте видит вещи в таком свете который мне больше не постичь я заставлю ее понять что так но на это потребуется время да ты очень ясно выразить выразилась но я не об этом просто я так долго думала что мы одинаковые только вот ты намного сильнее я я вдруг замечаю не что ее глазах но она исчезает прежде чем успеваю понять что это было я приняла неразумное решение вот и все вскоре мы возвращаемся в северную зону винсон досматривает по сторонам затем останавливает взгляд на одном из старых домов так кажется это здесь так по иллюзия ветхого дома растворяется открывая взору крепкое древнее каменное здание ухода формируется си так светящиеся символы и замысловатые узоры ведущие к массивной печати центре барьер чувствую демоническую энергию и много винс он тоже рассказал мне все скучные детали об этом месте еще до перелета но теперь увидев эту магию собственными глазами я все равно замирает восхищение эти символы это грехи каждый связан с путем который может снять печать посередине до чтобы добраться до нее нам нужно будет наполнить мою кровь достаточным количеством порочности значит проведем обычный ритуал с кровью мага а я ты говорил что я стану проводником для начала испытания мне что делать ничего это заклинание призывает невидимую силу которая поднимает рекси воздух ее черты искажают агония сукку принимать свой истинный облик символы за ее спиной вдруг вспыхивают девушки что с ней это часть испытания настоящий старлинг должен обладать умением без договора подчинять себе даже самых властных демонов демон доказывает свою преданность удерживая сильную боль пока мы тут разговариваем у нее в жилах кровь кипит выходит и просто опустил эту деталь чтобы трексе не отказалась поехать с нами все кончится когда мы снимем печать с ней все будет порядке постараемся закончить побыстрее как жестокая мне нравится твой подход его улыбка адресована мне не к санте это может показаться ненужным шагом винсон делает это и для меня из-за того как поступила со мной трексе на таких мучений что даже не может говорить давайте поторопимся ладно не будем слишком жестокими я говорю это не потому что мне жалко трексе просто после того как я услышала страданиях к санте боль другой демониться мне не доставляет никакого удовольствия с чего начнем винсон снова достает нож который стал мне уже слишком знакомым как всегда дай мне свою руку как только мы соединяем окровавленные руки винст указывает на магический барьер перед нами следующий шаг самый важный ты должна выбрать правильный символ а я направлю у него свою кровь будь очень осторожна с выбором и если выбранный символ потребует больше опорочности чем у тебя есть он поглотит нас обоих что после активации символ будет неправильно черпать нашу объединенную силу пока моя кровь не достигнет центральной печати так что если у нас не хватит сил это выдержать я лишусь крови от и демонической сущности мы обумрю отлично почему ты всегда ждешь до последнего чтобы сообщить мне важные детали чтобы изменился расскажи я об этом раньше действительно даже если бы я знала о природе ритуала все равно не отказалась бы его проводить учитывая как высокие ставки ничего наверное но немного честности бы не помешало я бросаю на него косый взгляд прежде чем снова перевожу внимание на светящийся барьер пора выбирать символ вообще у меня как бы плюс-минус путь неопределенности но очень странно давайте попробуем гордыню попробуем гордыню ты уверена нет я определенно не чувствую себя так уверена как должна бы но если я не смогу назвать суть который меня определяет то кто тогда сможет до гордыня висант колеблется но в конце концов проглатывает сомнение прижимает руку к символу гордыни как только начинается испытание становится ясно что я совершил серьезную ошибку вот хлещет из его раны быстро заливая светящуюся резьбу под ладонью благодаря единству нашей связи моя собственная жизненная сила втягивается в тот же поток мы не выдерживаем испытания на силу и теперь жизнь трексе медленно угасает это значит что как только все это закончится от нас останутся лишь безжизненные оболочки зрение затуманивается в темноте слышно только мой тяжело дыхание одежда промокла насквозь хотя демоны вообще-то не потеют неминуемая угроза смерти заставляет меня украдки поглядывать на минсанта почему я не знаю просто знаю что мой нервный неверный выбор предрешил его судьбу не не сдавайся он произносит эти слова едва слышным шепотом я понимаю их только потому что прочитала по губам конец близок вы двое просто жалки я слышу ее шаги позади себя вскоре она оказывается поле моего зрения протягивает руку нет не должны быть связаны знаю она крепко сжимает мою руку и я тоже ощущаю огромный почти ошеломляющий прилив демонической силы два громких вздоха винсента и мои собственные соображается внезапной вспышкой символов перед нами всех 7 они сияют так ярко что почти ослепляют кровь смотри как быстро на течет я даже посмотреть не успевают центральная печать уже снята из барьера вырывается ослепительная вспышка света вскоре она медленно рассеивается открывая взору ведущую в таинственной глубиной лестницу он удалось обманом пройти испытания на силу получить доступ в архив путь и не идеальным способом но в целом наверно путь вообще неопределенности он такой не всегда идеальный но такой маняющий правда мгновение спустя слышу глухие удары трех тела землю висанта трексе и моего у нас у нас получилось вес от полном недоумение смотрит на xantium широко раскрыв глаза от шока что ты такое демоница конечно же кто же еще невозможно нет это невозможно никогда еще не видела его настолько потрясенным мне это даже начинает немного беспокоить винсант ты сволочь и тебя убью истощенный суккуб карабкается вперед желая добраться до винсента но силы и подводят винсон который даже не может пошевелиться поворачивает голову в торн трексе как по-двоему чувствовала себя вексария после проведенной тобою зажат вы опа а вот задумайся похоже вам всем не помешает немного отдохнуть не торопитесь я пока без вас начну затем она проходит мимо нас плавно покачивая бедрами и делая широкие шаги чтобы не наступить на нас а вскоре исчезает спускаясь по лестнице вставайте я не могу позволить ей находиться там одной счастье у наша свинсонова связь позволяет нам обоим выступить и себя собрав свои измученные тела и чемоданы мы направляемся к архиву трексе в это время все еще пытается здесь идите мне нужно еще немного времени чтобы поправиться и привести себя в порядок просто карма настигла трексе спустившись по кажущейся бесконечной лестнице мы попадаем большую комнату она помнится времени фолиантами свитками артефактами и всевозможными магическими предметами название которых я даже не знаю если бы не видела этого собственными глазами ни за что бы не поверила что пока мы бесцельно бродили по поверхности нас под ногами пряталась такое огромное место освещенное волшебными огнями я угадала что там по земле а поразительно пристанно наблюдая за ксанте и словно гончая висаны как обычно хмурится его мысли где-то в другом месте о чем думаешь эти огни и их должен поддерживать какой-то источник энергии как тот барьер снаружи теперь когда за архивом не приглядывает не один старлинг откуда берется эта магия но это не моя забота разгадывает тайну сам а мне пока нужно переодеться во что-нибудь сухой и проигнорировав его прячусь за одну из высоких книжных полок со своим чемоданом в руке винсон то повезло что я вообще проявил учтивость и не переоделась привода оказавшись не более зрения снимаю себя влажную одежду и бросаю чемодан что надеть не то чтобы сейчас было очень важно выглядеть эффектно хотя нет еще как важно я должна выглядеть как можно красивее до самого последующего вздоха даже если буду прикована к постели перед смертью с этой решимостью перебираю свои аксессуары элегантная минималистичность изящный уличный стиль ванильная пряность блин люблю шорты грация боги мне кажется не самые удачные для нее лук вот платьишка то давайте вот возьмем шорты ванильная пряность а жалко нету рыжих до волосиков с такой укладкой давайте войдем возьмем блондиночку такого были бы рыжие рыжие базила без украшений что-то переливающая изысканность честно мне как-то и не нравится давайте там может из аксессуаров добавим лонг сайте слушайте я добавлю прям очень рад ссылочка интересненькая правда так вновь присоединившись к винсенту я вижу как в архивы в ходе трексе вылета на освежевшие она бросает взгляд на аксантео которая скрупулезно изучает каждый из артефактов затем на меня и наконец на винсента и так что именно мы здесь ищем а я занимаюсь своими делами вы ищите что вам нужно разделимся я буду держаться рядом с ней и следить чтобы она тут ничего не затеяла вы строксе соберете все материалы о необычных демонах как только сможете здесь найти сложите их на стол и мы вместе их изучим хорошо но я пойду отдельно от нее другую сторону без проблем в любом случае нужно отыскать и обыскать множество мест ничего больше не говоря прохожу полком со свитками дневниками самых разных форм и размеров некоторым из них выше тысячи лет и если бы не могущественные чары они бы уже давно давно развалились рот винсента очень старый кажется когда-то в этом мире было много его представителей оглянувшись я вижу что винсент сидит за столом по-прежнему следя за ксанте и взглядом парень держит руки в карманах но по осанке ясно что он готов вступить в бой в любую минуту даже несмотря на то что теперь у архива только один защитник сам винсент однажды он тоже встретит свой конец что-то достанет с этим миром с демонами сдохнув я качаю головой и выталкиваю все эти мысли на затворки разума на самом деле ничего из этого не имеет для меня значения нужно начать выбирать книги так выберите первую книгу индекс наследие старлингов талисманы и тотемы рецепты зелий классификации иерархия демонов ну наверно паре демонов нам и надо выберите вторую книгу демоны и преисподния журнала испытаний прочности так юнические пакты демоны и преисподния третья книга отчета встреча с охотниками на колдунов демоны в истории человека ну я думаю опять про демона надо взяв несколько книг я возвращаюсь к столу как велел винсент и кладу их рядом с теми что выбрали они из трексе и вот винсент осматривает каждую книгу ты собрала полезные материалы на том спасибо то нашла недельные материалы они могут подойти следующий несколько часов мы углубляемся в изучении множества текстов некоторые из них правдивы другие не очень я впитываю огромное количество новой информации а вот винсент и трексе похоже уже знает все что мне до сих пор было неизвестно кстати все это время остается в поле нашего зрения тщательно изучив артефакта она переходит к осмотру стен проверяя каждый уголок и трещинку архива похоже и интересует все что угодно только не книги может энергия что ты на самом деле ищешь кажется ты сюда не за знаниями пришла хотя отверждала обратное чего ты так волнуешься мы заключили кроме договор помнишь одно неверное движение я умру подозрительно и и взгляните на это она машет нам жимая в руке маленький потрепанный дневник многие страницы отсутствуют вероятно были утеряны со временем она бывает безжалостным здесь упоминается вид демонов которые воплощают человеческие грехи воплощают человеческие грехи вроде зависти вы наконец наткнулись на что-то интересное советую продолжать в том же направление быстро забрав дневнику трексе винс начинает его листать его написала а я старлинг она была одной из лучших в четырнадцатом веке посвятила свою жизнь исследованию демонов и преисподней моя бабушка перед кончину успела рассказать мне о некоторых исследованиях о я не могу поверить что здесь все еще хранятся остатки ее работ страниц немного но висад медленно вчитывается выцвешшие сроки и вникая в каждое слово здесь говорится что демоны воплощение когда-то бродили по преисподней они не обладали собственным разумом так что высшие демоны использовали их качестве рабов вам не так это полная чушь я провела в преисподней больше сотни лет и никогда не видел никаких воплощений тебе сколько 500 лет самого я жила по меньшей мере за 100 лет до тебя и вообще слушайте читать надо внимательнее она ссылается на исследования которые даже ее время считались древними вам хочется очень узнать что произошло да меня больше интересует как тебе удается превращать людей в демонов почему я так не могу завидишь значит пора объясниться к санте он говорит не стану но могу дать вам подсказку о произошедшем с этими воплощениями или ты могла бы просто перейти уже к делу тоже меня знаешь фиксария не нужно ожидает меня такой банальности поищите что-нибудь очистки начните самых старых записей которые здесь есть чем дальше в прошлое тем больше шансов найти ответы на вопросы с этими словами она разворачивается и возвращается к собственным поискам как бы нам не хотелось узнать секрет оксанте абсолютно ясно что так просто она их не раскроет а мы не в том положении чтобы выбивать из нее силы все что нам остается рыться в старых заплесневевших книгах в поисках крупиц информации которые помогут рассказать правду так намекает глупышкам время словно ускользает пока мы просматриваем бесконечные тексты какой-то момент винсант трет уставшие глаза и тяжело вздыхать вы двое продолжаете мне нужно что-нибудь съесть пока не потерял сознание достав несколько банок с едой привезенных собой он ставит их на стол трексе недовольная стонет как только весна поднимает крышки что за ужасный запах не дожидаясь ответа она хватает одно из банок и прищуривается читайте кетку под лампой на столом консервированные сардины серьезно что мне нужен протеин каким бы тривиальным не и бессмысленным не казался этот разговор он почему-то привлекает внимание к санте она идет к нам тоже хочет подняв голову она смотрит на лампу я должна была догадаться учу причем он успевает договорить мощная сила отбрасывать всех нас назад а глаза ослеплять яркий свет становив равновесие мы переводим взгляд центра помещения свет постепенно тускнеет кстати стоит на столе крепко держать за лампу вот она санте наконец зловеще смеясь она разбивает лампу в дребезги среди ее останков прячется сверкающий осколок кристалла фрагмент кристалла смотреть неровные вылит так будто был отколд от чего-то более крупного фрагмент беспорядочно мерцает руках к санте стены вокруг нас начинают трястись а свет бешено бегать источник энергии и сказать все магии в этом месте управляет лампа вернее его демоница ты не унесешь отсюда никаких артефактов к санте смеются артефакт о нет это нечто гораздо больше мы все ахом когда она разрывает кожу на руках собственными ногтями вернув их демоническую форму кстати избавь меня от своих бесполезных сантиментов это больно менее что она вытаскивает из зияющих ран два маленьких осколка они поразительно похожи на то что принялся в лампе только другой формы любые вещи быстро затягиваются но тут факт что к санте прячет эти два кристалла в собственной плоти доказывает насколько они для нее важны от одной мысли об этом у меня по спине пробегают мурашки все то время что мы провели вместе она ни разу об этом не упомянула это действительно санте которую я знала она хоть да нибудь была со мной честно мне кажется нет пока пытаюсь понять что значит это открытие трексе озвучивают еще один поразительный вывод эти фрагменты они подходят друг другу улыбнувшись к санте соединяет кристаллы места где они друг друга касаются сияют и никогда разбитый предмет предстает перед нами целым я тоже чувствую его силу она меня притягиваю у фрагмент кристалла осмотреть почему мне такое ощущение словно я теряю контроль над собственным разумом эта штука что-то со мной делает похоже я не одиноко в своем страхе кстати заткнитесь на колени потеряв контроль над сознанием мы стрексе обе опускаемся перед к сантей на колени мы не можем ослушаться ее приказов наши мысли словно испарились и теперь нами командуют только ее воля что ты с ними сделала это обе солид тот самый ключ который небожители когда-то дали изначальным чтобы открыть преисподнюю и править своими подданными изначальным я знала что тебя это заинтересует к сожалению это долгая история рассказать который мне не хватит терпения и честно говоря тебе не обязательно это знать почему нет потому что я ухожу никто из вас отсюда не выберется против нас на что если так как только к санте договаривает из него вырывается вспышка красного огня который охватывает все ее тело это совсем на нее не похоже зачем к санте сознательно нарушать кровный договор узная последствия я не успеваю как следует об этом поразмышлять замешательство ультучивается когда пространство сотрясается криками огонь и к санте никогда раньше не слышала чтобы она издавала такие отчаянные звуки такое чувство будто с каждым ее воплем и я русь на куски я не должна испытывать подобного учитывая сколько всего к санте сделала но эмоции охватывают меня заглушая все разумные мысли и чувства прекрати висан ну ладно она умрет не дай умереть очень подозрительно слушайте я уже предполагала что кто-то чуть ли не управляет и и прочее прочее ну прям действительно много вопросов кстати на мгновение замолкает возможно просто чтобы перевести дыхание между криками но верю что на самом деле она смотрела на меня пока убеждала висанта сохраните жизнь нисколько не тронутый винсент холд наблюдать за ней пока кровавый договор выполняет свое обещание ни одно существо каким бы могущественным она не было не может избежать последствий нарушения кровного хотя хоть всего несколько мгновений мне кажется что секунды растягивается вечность пока к санте наконец не испускает последний вздох только тогда пламя гаснет само по себе и и больше нет что что это было все кончено меня ошеломляет волна эмоций среди них облегчение и пустота там где раньше что-то было в конце концов это мимолетные недели прошедшие с момента нашей разруб разлуки лишь миг по сравнению с длиной и из длинной жизни которые мы провели вместе она так долго была частью моего существования возможно это так и останется знает что к санте она всегда останется моим разуме яркими воспоминаниям это одновременно и благословение и проклятие силы этого а без соли то она исчезла я больше и не чувствую очень подозрительно возможно он работает только с неважно мы не можем оставить его здесь нужно поместить его надежное место я с этим разберусь как только весом делать шаг кабулиным останком к санте трексе за скоростью молнии преграждает ему путь не так быстро приятель уйди с дороги трексе вместо этого сукуб устремляется вперед в самом самом ее присутствии бурлят недобрые намерения и что-то еще опасное чисто люби знаешь что не хочу не раздумывая ни секунды остаю рядом с весом на ваша в кулаке почему тоже решил управлять другими демонами а теперь ты со мной разговариваешь немедленно отойди или разговорами дело не ограничится ты тоже этого жаждешь верно все в порядке мы можем владеть и вместе вместе управлять этим миром можешь даже не пытаться она не такая как ты она понимает только силу как и любой другой демон церемониальный нож тут же вновь оказывается в руки венса встречается со мной взглядом его намерения предельные ясны ему нужна моя кровь для битвы стрексе трексе очень сильно это может обернуться кровавой бойней должен быть другой путь что происходит тут экшен просто на пустом месте один другой попытаться убедить ее я подхожу к осторожным трексе и и взгляд прозвать меня пламенной враждебностью хотя в нем и есть и намек на что-то нежное отойди к саре я не хочу приничтожить тебе боль но сделаю это если ты не оставишь мне выбор может быть не еще не все потеряно ты уже причинила мне боль с чего бы останавливаться теперь я это было другое я не собиралась на самом деле тебя ранить а теперь собираешься да если ты встанешь у меня на пути ни один демон не откажется от возможности править другими даже если это буду не я обязательно найдется кто-то другой я не позволю какого-нибудь низшему демона командовать мной использовать по своему усмотрению мой разум не станет ничьим рабом значит ты заберешь без соли ты используешь его чтобы контролировать меня да и сделала паузу и что с того ты не смогла сразу произнести это вслух это было бы вы прикидываем инстинкта а это означает ты больше чем демоница которая всегда идет на поводу и у импульсов что действительно сделала бы тебя существом без собственного разума блин виксарии просто нужно на психолога потом выстроиться пульте работать после такого всего экшена ваши отношения так все улучшились мне и молчание только подтверждает то во что верю я сама никогда не прощу тебя за то что ты сама сделала но ты все еще можешь стать лучше трексе если бы ты не беспокоилась ни о чем кроме себя тебя вы здесь не было не помогала бы нам с весом там разбираться со всей этой чепухой тебе не безразличен этот мир возможно даже некоторые люди заткнись суку вдруг отталкивает меня ее глаза полот яростью но она отказывается встречаться со мной взглядом перестань пытаться манипулировать мной виксария и никогда не стану такой же грёбаный с ломбачкой как ты это просто жалко что ты три медленных громких лапках разносятся по всему архиву лопать не трексе они весом и уж точно и они доносятся из-за ее спины рэксе наконец отходит сторону и перед нами предстоит зрелище от которого кровь станет зажилах ауч как больно но ничего себе я проснулась а тут такая драма мы смотрим как санси которая должна быть обугленным телом тихо ход поднимаясь на ноги но ничего нет кроме ее собственного праха как это возможно ты ведь умерла разочарована это безумие кровный договор не может быть почему он не сработал вот твой фокус очень даже сработал и я умерла вот только тебе неизвестно еще одной детали изначальные всегда перерождаются можешь хоть тысячу раз меня убить я всегда возвращаюсь в жизни если тебя невозможно одолеть откуда у тебя заклятый враг с кем ты на самом деле сражаешься зачем тебе этот бессолид я все понял что понял я скажу тебе чего она так боится неважно насколько сильно 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 она себя считает есть одно существо которое она не может победить существо выше силы а бессолид ей нужен чтобы у нее был хоть какой-то шанс противостоять этой разрушительной мощи который может уничтожить целые миры валь а точно в начале нам как раз про это говорили что если оставляешь следы какая-то валь за тобой придет тебя покарает все прочее сейчас закорешаться там чего-нибудь может не знаю целом я считаю что у нее тоже наверно какая-то там такая история глобальная которую еще не раскрыли и есть у нее причины так поступать всем спасибо кто-то смотрел до этого момента напоминаю про свой телеграм также не забывайте лайкнуть видео написать что-то 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 Субтитры подогнал «Симон»